здравствуйте друзья я не помню когда-нибудь мы тут на канале у нас заезжали на кладбище но вот это кладбище называется коста меса и здесь такие есть такой участок вот с небольшими памятниками а вот здесь участок где такие плиточки такие небольшие плиточки соответственно количество земли которая требуется она больше или меньше соответственно цена больше или меньше это довольно дорогое кладбище здесь родители мои похоронены и поэтому мы тут сейчас пойдем посмотрим на и ноги наведаемся вот смотрите как тут скромненько здесь нельзя большие памятники делать вот такие небольшие можно со временем иногда знаете уже так не прочтешь ничего вот как на этом например очень много зависит от того как какой камень как покрашена пусть и как буковки нанесены вот а вот тут уже начинается участок как вы видите даже с плиточками вот шестиконечной звездой да то есть на иврите там что-то написано здесь кладбище не конфессиональная тут самые разные люди и из китая и евреи и католики там кто угодно вот видите такие есть для цветочков а еще можно например когда вы приобретаете место то можно приобрести еще там со скамеечкой то есть скамеечку ставят вот дерево до возле дерева скамеечка вот вы можете так чтобы по русски до профессор лазарь руфимович баллон это его дочь врач местный да 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 ну по-русски почему это как хочешь пиши кто те не дают вот вы можете допустим в таком месте взять чтобы рядом скамеечка была на чатан еще немножко дороже такое коммерческое предприятие один раз люди покупают платят за место и дальше этих денег достаточно чтобы поддерживать вечно то есть их ходу специальный фонд и соответственно те поступления которые из этого фонда идут их достаточно на то чтобы содержать это все здесь ездит на трав на тракторе таком проезжает человек и он стра травку подстригает все так более-менее более-менее присмотрено тут есть еще небольшие там участки которые не освоены когда когда мы только приобрели это место это было лет ну не знаю 15 назад то тут вообще ничего не было вот буквально было две три два три захоронения и все вот за это время все это разрослось то есть люди место приобретают заранее да тут вот видно людей выходцы из ссср есть нам ну что друзья мы так собственно пришли не столько фильм снимать сколько проведать маму и папу поэтому я вот вам показал и дальше мы значит переключаемся шесть часов закрывается от хозяйства вот мы приехали где-то в пол шестого и вон там какие-то здания есть в этих зданиях происходит служба любая какая хотите там и католическая и православная там иудейская мусульманская а это захоронение вот то что его сейчас видите вот там правее там захоронение а вот левее там сервис происходит вон там офис черепичными крышами а вот тут значит я не знаю вон там впереди может быть вам видно там зелень такая вот это под будущее развитие тут копают довольно сложные сооружение это не просто там земля в которую происходит захоронение там копают и бетоном выкладывают плитами и тут еще в несколько уровней один над другим то есть могут быть впоследствии ну в общем целая целая я не знаю там википедия можно сказать а это более старая часть кладбища видеть тут у людей такие склепы свою там браун написано до семейный семейное захоронение здесь вот на этом пятачке лежит учился у нас паренек сергей из белоруссии и выиграл гринкарт лотерею ну и так вышло что погиб молодой парень и и вот мы так когда на кладбище переезжаем мы тоже заходим так его проведать было было место свободное батюшка местный православный отец владимир когда все это приключилось и и он сказал знаете что ребята есть тут местечко вот есть человек который женщина умирала ну смотрите когда все это происходило стало если нужно будет там хорошему человеку то вот пусть там положите со мной могилами двоих вот сергей вот видите сама она умерла восемьдесят шестом году сергей уже смотри сколько неужели столько времени прошло да вот эта фотография мы ходили с ними с ребятами находили грибы собирать в там где-то под монтереем собирали грибы и вот так я сделал фотографию и не было такой гражданской нормальной фотографии вот мы из этой сделали какое место это наш сергей да я этом как моего сечения лет надпись с тобой вместе ты забыла с тобой мы с тобой сделали надпись и родители сергея они по-моему на этом выбирали из двух или из трех вот да мы я когда сидел на интернете и надписи смотрел хорошую мне показалось достойны все ребятки пойдем 2027 лет